Девушки отдыхают В 8 главе послания к евреям сказано о Новом Завете И там говорится, что Дух Святой напишет Его закон о нашем сердце И Он напишет Его закон о нашем уме Итак, законы остаются Закон любви Совершенный закон свободы Но этот закон управляется Духом Божьим в противоположность закону Который был задуман для возбуждения греха до степени смерти По мере того, как мы изучаем благодать, я не хочу, чтобы вы получили такое понятие, что закона уже нет Потому что беззаконно общество впадает в хаос Разница в том, что мы больше уже не под законом Моисея Который был задуман для возбуждения греха Мы больше уже не под законом Моисея Который был задуман для того, чтобы вызывать осуждение и вину Закон греха и смерти В противоположность закону Духа жизни во Христе Иисусе Итак, два закона Закон, возбуждающий грех, который приведет вас к смерти И закон Духа жизни во Христе Иисусе Который Бог напишет на вашем сердце Который Он напишет на вашем разуме Поэтому обязательно избавьтесь от этой идеи, что для нас, христиан, нет никакого закона Мы говорим не это, а то, что мы, христиане, не под законом Моисея Который возбуждает грех, ведущий нас к смерти Но мы, христиане, под законом свободы Под законом любви Мы подчиняемся тому, что Дух Святой напишет о нашем сердце Мы исполнение пророчества и языки Или о том, что Бог будет общаться с нами через наше сердце Одна из причин, почему я хочу прояснить этот вопрос В том, что, читая Новый Завет, вы видите Что апостол Павел говорит о поведении До того, как сказать, как вам следует себя вести как мужчине Как женщине Как мужу, как жене Как вам следует себя вести как епископу, как пастору Он уделил целую главу, чтобы сказать Послушайте, я понимаю, что мы ничего не можем сделать без благодати Божьей Я понимаю, что мы праведны перед Богом по вере И он говорит, все, что я вам говорю о поведении Вы без Иисуса сделать не можете Я говорю вам, вы не можете сделать этого своими силами Я хочу прочесть местописание из Евангелия от Иоанна Потому что буду ссылаться на него сегодня В Евангелии от Иоанна говорится о том, как вода была обращена в вино Если вы что-то знаете о винограде То требуется два года на то, чтобы лоза принесла плод Необходим изрядные усилия для того, чтобы получить урожай винограда Вот что говорит Писание На третий день был брак в Кане Галилейской И Матери Иисуса была там Был также зван Иисус и ученики Его на брак И как не доставала вина То Матери Иисуса говорит ему Вина нет у них И Иисус говорит ей Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой Матерь Его сказала служителям Что скажет Он вам, то сделайте Было же тут шесть каменных водоносов Стоявших по обычаю очищения иудейского Вмещавших по две или по три меры Иисус говорит им Наполните сосуды водою И наполнили их до верха И говорит им Теперь почерпните И несите к распорядителю пира И понесли Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином А он не знал, откуда это вино Знали только служители, почерпавшие воду Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему Всякий человек подает сперва хорошее вино А когда напьются, тогда худшее А ты хорошее вино сберег доселе Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской И явил славу Свою И уверовали в Него ученики Его Вот что я хочу, чтобы вы поняли В вашем браке должен быть Иисус А не просто принципы Вот что я вам говорю В вашем браке должен быть Иисус А не просто принципы Я сидел в своем офисе и смотрел на библиотеку Потом зашел в офис жены и посмотрел на ее библиотеку У нас много материалов со множеством принципов Со множеством делай и не делай По вопросам брака Я вспоминаю, что мы какое-то время учили об этом И другие люди тоже учили Но у меня тот же вопрос о вашей и моей жизни Господь, что происходит сейчас? Дамы и господа, в вашем браке должен быть Иисус А не просто принципы Я говорю вам Иисус может сделать чудеса в вашем браке Он может совершить в нем быструю работу Он может превратить воду в вино И сделать быструю работу Я хочу, чтобы вы поняли, с чего начал Иисус Он сделал свое первое чудо на свадебном пире На праздновании свадьбы Таким образом, Иисус сделал брак приоритетом Для того Он и пришел на брак Чтобы благословить его Слава Богу Я говорю вам Слава Богу Поймите меня правильно Принципы хороши Но если это и все, что у вас есть Если у вас есть принципы и нет Иисуса Вы обречены на поражение Если у вас есть принципы и нет Иисуса Вы обречены на поражение Но если у вас есть Иисус Он быстро сделает то, чего принципы сделать не могут Аллилуйя Иисус может прийти туда, где требуется два года Лишь на получение урожая винограда И превратить воду в вино за один день Хвала Господу Я говорю вам Если вы поместите Иисуса в центр своей семьи Если вы поместите Иисуса в центр своего брака Если вы будете каждый день приходить к Нему в молитве Говоря Господь, я доверяю тебе Господь, я нуждаюсь в тебе Тогда Иисус сделает нечто намного более великое, чем любая книга по самопомощи Он сделает нечто намного больше, чем ваши консультанты Он сделает нечто намного больше, чем все книги, которые вы прочли Я стою здесь сегодня в убеждении Если Иисус в центре вашей семьи Он может прийти и сделать вашей семье чудо В церкви сегодня есть семьи, которым необходимо чудо Хвала Господу Им необходимо, чтобы пришел Иисус И сделал то, для чего у них не будет объяснения Иисус пришел и превратил воду в вино в моем браке Аминь Об этом мы и будем говорить Мы будем говорить о том, как Иисус может повлиять на ваш брак Как Иисус может повлиять на вашу семью Знаете, я хотел бы уделить этому побольше времени Но вам надо учиться Надо стремиться И тогда вы усвоите Аминь Я усвоил, слава Богу И хочу поделиться с вами В хорошем браке между супругами существуют очень близкие отношения Вот что я хочу сказать Вот что я попытаюсь сделать за следующие пару дней За следующие три вечера Я хочу показать вам проект брака Я хочу показать вам изначальный план для брака и семьи Я хочу показать вам Божьи намерения для брака Если вы увидите образ этого проекта Тогда Дух Святой преобразит вас в то, что вы созерцаете Вам понятно, что я говорю? Мы будем рассматривать этот проект Рассматривать намерения для брака и его цель Каким Бог задумал брак Какой Бог задумал семью А я думал, что разговор будет о семье Да, но до того, как поговорить о семье Мы поговорим о браке А до разговора о браке Надо говорить об Иисусе Мы покажем вам, как Иисус неразрывно связан с браком Как в браке воспитываются дети И как Иисус в центре этого семейного союза Вот в таком плане Главная цель Показать вам Божий проект брака Показать вам, как должен выглядеть брак Я не собираюсь судить вас на основании того, как выглядит ваш брак Но показать вам Если ваш брак не соответствует Божьему проекту Продолжайте созерцать этот проект И доверьтесь Иисусу в том, что Он преобразит вас в Божий проект брака, который вы созерцаете Моя задача, чтобы вы увидели Божий проект брака И стали преображаться в этот проект, который вы видите Послушайте Это преображение будете делать не вы А Дух Божий Помните, что сказано в 3 главе 2 послания к Коринфянам Мы же все открытым лицом, как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся в тот же образ от славы в славу Как от Господня Духа Я молюсь, чтобы именно это происходило в следующие три вечера Чтобы по мере того, как я буду открывать вам образ Божий проект брака То, как он должен выглядеть Вы были преображаемы Духом Божьим Я знаю много разочарованных людей, состоящих в браке Много разочарованных супружеских пар Много разочарованных родителей Любовь у нас есть Просто нам надо довериться Иисусу И Он сделает то, что мы безуспешно пытались сделать все это время Аминь Я должен верить Тот самый Иисус, который почтил брак Первое свое чудо Он сделал на браке Он сделал брак высоким приоритетом Он сделал семью высоким приоритетом Если у вас хороший брак, то он как небеса Небеса на земле Но если плохой, то он как ад на земле Вы слушаете? И чего мы хотим? Мы хотим увидеть славу Божью, чтобы преобразиться Мы хотим показать изначальный проект брака Принципы «делай и не делай» Обречены на поражение Вот что я начал понимать Вы помните, как несколько лет назад я сказал Если вы не понимаете цель чего-то, злоупотребление неизбежно Слово «злоупотребление» означает ненормальное употребление Если вы не понимаете цель чего-то, вы злоупотребляете этим Если вы не знаете, для чего нужна вилка, вы пытаетесь использовать ее как инструмент Если вы не знаете назначение унитаза, вы можете использовать его в качестве стола Вы понимаете, о чем я? Если вы не понимаете цели брака, то злоупотребление неизбежно Если вы не понимаете цели семьи, то злоупотребление неизбежно Наша задача — через понимание устранить злоупотребление Давайте начнем с пятой главы послания к Ефесиным 5.21 Повинуясь друг другу, потому что вы уважаете Бога Апостол говорит вам, делайте все это из уважения к Богу Из уважения к Богу? Кто из вас уважает Бога? Аминь Из уважения к Богу, из почитания к Богу Из благоговения перед Ним Апостол просит вас сделать то, о чем он здесь говорит И обратите внимание, к кому он обращается в первую очередь? 22 стих «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу» В послании к Ефесиным вы обнаружите Что каждый раз Павел, говоря о браке и семье, в первую очередь обращается к женщинам Каждый раз В своем первом послании Петр в первую очередь обращается к женщинам Тот факт, что мужчина и женщина исполняют разные функции, не значит, что должно быть неравенство При Новом Завете благодати муж больше уже не правит над своей женой Вы увидите, что Бог возвел женщину на уровень равенства А это беспокоит некоторых мужчин Поэтому данное местописание им начинается со слов «Повинуясь друг другу» Поскольку вы уважаете Бога, вот что я хочу показать вам Вот что вы обнаружите, и вот что я вам покажу Сотворив женщину, Бог дал ей ум больше, чем мужчине Потому он говорит с ней первой Он говорит с ней первой Цель ее сотворения — помочь мужчине понять, для чего они были поселены в Эдеме Мужчина не смог понять, поэтому Бог создал женщину Женщины созданы с развитой интуицией Мужчина лучше рассуждает в своем разуме А у женщины лучше развитая интуиция Если женщина говорит, что у нее с чем-то проблема, слушайте ее Бог дает ей информацию первой, потому что ее ум справится с задачей намного лучше, чем мужские рассуждения Подобное недавно произошло и со мной Пару дней назад я делал интервью по всему миру с нашими церквями И моя жена сказала «У тебя сегодня утром или вечером есть интервью?» Я говорю «Нет, сегодня нет» «Есть во вторник» «Во вторник в час» Она говорит «Нет, думаю, это будет сегодня ночью, кому-то придется вставать» Я говорю «Да нет, завтра» Я думал, что хорошо, посплю В моем уме даже ничего не щелкнуло В час пятнадцать ночи звонит из Южной Африки Сначала я подумал «В чем дело-то?» А потом рассмеялся, потому что понял, что жена права Я думал, что вторник — это утро Но дело в том, что вторник — это после полуночи Я хочу показать вам, господа, в том числе и то, что вы наносите себе больше ущерб Игнорируя умную часть вас Большинство из мужчин просто реализуют свои планы Заметьте, апостол обращается к женщине первой Есть причина, почему он это делает Есть причина, почему он просит женщину повиноваться Чтобы повиноваться, надо быть очень сильным человеком Из мужчины и женщины он выбрал ту, кто сильнее И поручил ей делать более трудное Для того, чтобы повиноваться первой, требуется сильный характер Если никто не подчиняется другому, то ничего не получается Ничего не работает Я это покажу вам Очевидно, что женщины больше подвергаются нападкам дьявола Да, потому что женщина — ключ ко всему Она ключ ко всему, потому и неудивительно, что женщины подвергаются таким жестким нападениям дьявола Дьявол ненавидит женщину, потому что в ее руках Ключ ко всему этому Я буду объяснять это по ходу занятий Прочитайте 22 стих «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу» Удивительно, как апостол привносит Иисуса в эту картину Он говорит «Жены, повинуйте своим мужьям, потому что это первый закон повиновения» Нет «Жены, повинуйте своим мужьям, и делайте это, как для Иисуса» Делайте это, как для Господа Потому что муж есть глава жены Как и, смотрите снова, Христос глава церкви И он же спаситель тела Видите? Иисус в центре этого Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем Мужья, любите своих жен, как и Христос Иисус здесь во всем Вот что требуется для успешности брака и семьи Иисус, без Него это невозможно Вот что случилось Мы поменяли Иисуса на принципы, придуманные людьми Не понимая, что Иисус сверхъестественным образом Сделает то, чего мы сделать не могли Обратите внимание на то, как Павел привносит Иисуса в это уравнение В каждом случае, черпать от Иисуса ключ к успеху С этого момента, помните, что касается брака, что касается семьи Что касается воспитания детей Черпать от Иисуса Это ключ Так должны поступать церкви по всему миру Черпать от Иисуса Хвала Господу Аминь Обратите внимание, свое первое чудо, как я сказал Иисус сделал на брачном пире Поэтому я утверждаю, что главный приоритет Бога Благословить ваш брак Вот что Бог хочет делать Первый приоритет Это не благословить вашу карьеру Не благословить вашу работу Не благословить Обратите внимание Ваше служение Первый приоритет Благословить ваш брак Да, не все ожидали такого. Брак — это демонстрация любви Иисуса к церкви. Он создал брак для демонстрации. Вы слышали, что я сказал? Брак демонстрирует, насколько Христос любит нас. И жена, и церковь вышли из бока Адама и Иисуса. И жена, и церковь вышли из бока Адама. Женщина была создана из бока мужчины. Так же Иисуса пронзили в бок, и тогда была рождена церковь. Обе они вышли из бока, Адама и Иисуса. Мы все время считали, что Бог взял ребро мужчины. Так всю жизнь считал и я, что Бог создал женщину из ребра мужчины. Однако, если вы глубоко изучите значение еврейского слова, то получится, что Бог взял ген или клетку. Он взял ген или клетку. У мужчины не хватает ребра не потому, что Он отдал его женщине. Бог взял из мужчины ген или клетку и создал женщину. Из этой клетки Он создал женщину. Женщина была успешно взятой из мужчины. Когда Бог все это делал... Я размышлял на эту тему. Когда Бог все это делал, мужчина спал. Поэтому неудивительно, что он не понимает женщину. Мужчина спал в процессе создания женщины. Поэтому и не знал о ее качествах, которые Бог вложил в нее. Я хочу показать вам что-то очень серьезное. Для женщины естественно любить, но не повиноваться. Естественно. Женщина без усилий может любить, но не повиноваться. А вот для мужчины, естественно, повиноваться, но не любить. Вы посмотрите на поведение мужчин. Посмотрите. Что будем делать сегодня вечером? Да что хочешь. Ну что ты хочешь? Ты реши, сделаем, как ты хочешь. Мужчина готов подчиниться любому предложению женщины естественным образом. Поэтому Бог берет нас из того, что дается нам естественно. Легко. Без усилий. Женщина знает, как любить. Она очень хорошо знает, как это делать. А вот повиноваться... У-у-у-у. Мужчина естественным образом знает, как повиноваться. Но он не знает, как любить. Смотрите, что делает Бог. Он использует то, что не дается нам естественным образом, чтобы создать единство, создать союз. Поэтому так важно вам это понять Кто-то спросит, а что насчет одиноких людей? Как Бог может создать целостность в том, что касается меня? Я не женат, я не замужем Поймите вот что Слово «одинокий» не значит, что вы не целостны Но это значит «отделенный» Это значит «уникальный» И это значит «целостный» Это как ключи в связке Каждый из этих ключей отдельный Каждый из них уникальный Каждый из них целостный И у каждого из них своя цель Пожалуйста, поймите Вы, будучи одиноким человеком, уже целостны Вы не половинка, ищущая другую половинку Одинокие люди, являющиеся половинками Не готовы к браку, потому что целостные люди Должны вступать в брак с целостными людьми для того, чтобы у них был целостный брак Но вы не должны быть половиной человека Которая ищет свою другую половинку Это нехорошо, и ничего из этого не получится Все одинокие люди здесь Скажите «Я целостный» «Я уникальный» Аминь Вы достигли этого Вы целостны сейчас Как вы этого достигли? Вы родились выше Питаете себя Словом Божьим, и вы целостны Нельзя вступать в брак с одиноким нуждающимся человеком, который еще не стал целостным Нельзя чтобы человек смотрел на своего супруга, как на средство улучшения жизни Целостные люди готовы к браку, а не половинки, ищущие другие половинки Жизнь женщины никогда не должна вращаться вокруг кого-либо, кроме Иисуса Женщина Если ваша жизнь будет вращаться вокруг какого-либо мужчины, кроме Иисуса Вы будете несчастны Потому что этот мужчина Иисусом для вас не станет Ваши нужды он восполнить не сможет И вам надо это понимать Итак, давайте-ка сейчас откроем вторую главу книги Бытие Книга Бытие, вторая глава Мы будем переходить от книги Бытие к посланию к Ефесинам и обратно Давайте рассмотрим определенные вещи Библия говорит, что тело мужчины вышло из праха земного Очень интересно читать на иврите описание того, что произошло на самом деле Бог сжал прах земной Чтобы создать тело мужчины Вы посмотрите, что сделал Бог Ему необходимо было сжать землю Чтобы создать тело мужчины И чтобы все стало на свои места Но когда иврит говорит о теле женщины То использует выражение «искусно сотворено» Она произошла от мужчины Тело которого было создано путем сжатия Искусно сотворено Мужчина произошел из праха земного И тело его было создано путем сжатия Поэтому мужчинам надо часто принимать душ Их тело создано из грязи путем сжатия А женщина пахнет хорошо Она постоянно за собой ухаживает Потому что она была искусно сотворена Бог сказал «Да владычествуют они» Женщина была создана как умножение владычества мужчины Одно дело, если бы он имел владычество один Но теперь вместе у них больше владычества Да владычествуют они Он назвал людей мужчину и женщину Адам Мужчину и женщину сотворил их В пятой главе послания к Ефесянам Говорится об очищении церкви Я хочу, чтобы вы это увидели Я буду переходить от одного местописания к другому Туда и обратно Послание к Ефесянам, пятая глава Послушайте 27 стих Нет, 26 Начнем с 25 Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь И предал себя за нее, чтобы осветить ее Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова Жизнь женщины никогда не должна вращаться вокруг кого-либо, кроме Иисуса Женщина, если ваша жизнь будет вращаться вокруг какого-либо мужчины, кроме Иисуса Вы будете несчастной Потому что этот мужчина Иисусом для вас не станет Ваши нужды он восполнить не сможет И вам надо это понимать Итак Давайте-ка сейчас откроем вторую главу книги Бытие Книга Бытие, вторая глава Мы будем переходить от книги Бытие к посланию к Ефесянам и обратно Давайте рассмотрим определенные вещи Библия говорит, что тело мужчины вышло из праха земного Очень интересно читать на иврите описание того, что произошло на самом деле Бог сжал прах земной, чтобы создать тело мужчины Вы посмотрите, что сделал Бог Ему необходимо было сжать землю, чтобы создать тело мужчины И чтобы все стало на свои места Но когда иврит говорит о теле женщины То использует выражение Искусно сотворено Она произошла от мужчины Тело которого было создано путем сжатия Искусно сотворено Мужчина произошел из праха земного И тело его было создано путем сжатия Поэтому мужчинам Надо часто принимать душ Их тело создано из грязи путем сжатия А женщина пахнет хорошо Она постоянно за собой ухаживает Потому что она была искусно сотворена Бог сказал Да владычествуют они Женщина была создана как умножение владычества мужчины Одно дело, если бы он имел владычество один Но теперь вместе у них большее владычество Да владычествуют они Он назвал людей мужчину и женщину Адам Мужчину и женщину сотворил их В пятой главе послания к Ефесянам Говорится об очищении церкви Я хочу, чтобы вы это увидели Я буду переходить от одного местописания к другому Туда и обратно Послание к Ефесянам Пятая глава Послушайте 27 стих Нет, 26 Начнем с 25 Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь И предал себя за нее Чтобы осветить ее Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь Чтобы осветить ее Очистив баню водную посредством слова Давайте я покажу вам это еще раз Раньше я этого никогда не видел Очистив Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь И предал себя за нее Чтобы осветить ее Очистив баню водную посредством слова Как Христос осветил и очистил церковь Баню водную посредством слова Он говорит Мужья, я хочу, чтобы вы так любили своих жен И очищали их посредством слова Это важно Будьте внимательны и оставайтесь со мной Христос очищает церковь словом Рэма Очищает ее своим словом и говорит Мужья, делайте то же самое Любите жену и влияйте на нее своими словами Мужья, делайте то же самое Любите жену и влияйте на нее своими словами На этой неделе мы потратили много времени На этот небольшой пункт И пришли к выводу, что слова мужей Не оказывают на жен должного влияния Потому что мужья недостаточно говорят Есть вещи, которые вы должны говорить Проговаривать в их жизни с тем Чтобы омывать их Освещать их Очищать их Созидать их Но ведь вы ничего не говорите С другой стороны, ваша жена говорит много Однако Бог сказал вам Любить ее посредством своих слов Вам надо начать говорить Но не такое Ты же обещал убрать в комнате вчера Не делайте этого Своими словами Вы должны очищать и омывать свою жену Ты знаешь, как я сильно тебя люблю И тогда уборка и все прочее Не будет проблемой Потому что вы уже осветили Очистили И позаботились о жене своими словами В этой серии о семье Мы будем обращаться к мужчинам На одном из занятий Я расскажу мужчинам о том Как использовать слова для того Чтобы питать свою жену Питать свою жену словом Это свойство настоящей любви Просто сядьте и оцените количество слов Которые вы адресуете своей жене Вы видите, что Писание говорит здесь Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь И предал себя за нее Чтобы осветить ее Очистив баню и водную Посредством слова Если вы научитесь Говорить правильные слова То сможете омыть ее от многого Через что она проходит В данный конкретный день Ваши слова могут омыть ее От многого Что она переживает От многого Что она испытывает Ваши слова важны Вы слушайте меня, господа Ваши слова Прочтя Библию вы увидите Что Ева всегда Постоянно ходила по центру Эдема Где были древо жизни И древо познания добра и зла Одна из целей С которой Бог сотворил Еву Была в том Чтобы привести Адама К древу жизни Адам ходит По всему саду А я хочу Привести его В центр сада Туда Где находятся Эти деревья Удивительно, что Ева Все время находилась Именно там Но в чем была проблема У женщины Очень развита интуиция Она зачастую Просто знает Не проходя через Процесс рассуждений Интуитивно Ева знала Что они должны Находиться в центре сада Мужчины руководствуются Рассуждением Женщины интуиции Однако проблема Тут состояла в том Что в то время Как должен был Говорить мужчина Говорила женщина И говорил змей Помните, что в Библии сказано Что Адам находился там Рядом с Евой Но он не говорил Важно побудить мужчин говорить Настолько важно было Побудить мужчину говорить Что Бог сказал Дай имена всем видам животных Для чего? Чтобы он стал говорить Давай, говори Говори Это кто? Давай продолжай А это? Надо, чтобы мужчины говорили Мужчины должны начать говорить Проблема в том Что когда женщина говорит А мужчина не говорит Когда говорит змей А мужчина не говорит Женщина говорит Враг говорит А мужчина не говорит Что будет за результат? Вы приведете мужчину Не к тому дереву Что? А каким образом Это моя вина? Послушайте Ева еще не была сотворена Когда Бог сказал Адаму Не есть конкретно Из этого я делаю вывод Что Адам не справился Задачей рассказать Еве об этом дереве Потому что Если бы он справился Задачей рассказать Своей жене об этом дереве То она знала бы о нем Не стала бы жертвой врага И не привела бы Адама Не к тому дереву Но поскольку он там был Однажды Бог сказал мне Что Адам не смог справиться С потрясением от того Как она выглядит В то время Как Бог привел жену к Адаму Он делал так Однако он не говорил И поскольку он не говорил Он Вы учитесь чему-то? Поскольку он не говорил То он начал говорить враг Не то же самое Относится и к нам Если вы не начнете Говорить дома И делиться Словом Божьим Дома И делиться откровениями О том Что Бог показал вам дома Показывать то и это Показывать ей чековую книжку И говорить ей О чековой книжке Не начнете Объяснять о сегодняшней ситуации И подобное Тогда она пойдет В салон красоты И кто-то другой Начнет ей говорить Она пойдет в магазин И кто-то другой Начнет ей говорить Начнут говорить ее друзья Начнут говорить ее родственники Они говорят им разное, а вы не говорите ничего. И вот вы оказались там, где вам не следовало быть, и все потому, что вы не говорили. А Бог сотворил мужчину говорить, «Ваша жена не должна все время говорить вместо вас». Я не утверждаю, что женщине не надо говорить, не собираюсь никого обвергать в какую-то несвободу, но поскольку вы вышли из Бога мужчины, то он должен питать вас своими словами. Муж, если вы любите свою жену, тогда омывайте, очищайте и освещайте ее словами, которые выходят из ваших уст. Вы слушаете меня? Мужчина должен использовать свои слова. Об этом я и говорю здесь. Он должен использовать свои слова, когда вы увидите цель. Когда вы увидите проект, тогда Дух Божий поднимет вас на этот уровень. Вы еще не на этом уровне, но я показываю вам этот проект Божий, чтобы вам подняться на этот уровень. Итак, это важно. Важно, чтобы вы говорили со своей женой. Вы говорите ей, что она хорошо выглядит. Не надо ей слышать от змея, что она хорошо выглядит. Вы говорите ей, что любите ее. Вы должны начать больше говорить с ней, понятно? Дальше. Женщина вступает в брак с мужчиной, надеясь, что он изменится. А мужчина вступает в брак с женщиной, надеясь, что она не изменится. Одна из причин, почему я хочу поговорить об этом. В 10 главе Евангелия от Марка говорится, чтобы человек не разлучал. Давайте посмотрим. Я думаю, нам важно рассмотреть этот вопрос. Тут у меня есть заметки. Евангелие от Марка, 10 глава, 9 стих. Я не зря упомянул это местописание. Евангелие от Марка, 9... Извините, 10 глава. 9 стих. Давайте прочтем его вместе. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот почему я об этом заговорил. Я услышал это учение еще до брака. И оно у меня вызывало вопросы. Сейчас я знаю ответ. В те времена учили, что у Бога есть для вас совершенный супруг. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть у Бога есть для вас совершенный супруг. Я в такое не верю. И теперь знаю, что это неправда. И тому есть пара причин. В 24 главе книги Иисуса Навина говорится, «Изберите себе ныне, кому служить». Если у вас есть выбор, кому служить, то у вас определенно есть выбор, с кем вступить в брак. Изберите, кому служить, и изберите, с кем вступить в брак. Изберите себе ныне, кому служить. Я не верю в то, что есть совершенный выбор. Я верю в то, что есть хороший выбор. Хороший, а не совершенный. Не единственный, который вы можете сделать. В такой я не верю. Если бы был только один выбор супруги, который был бы совершенным выбором, тогда, если бы вы снова женились, после ее смерти, то вы бы женились на той, кто была бы совершенным выбором другого человека. Я верю в то, что вы можете сделать хороший выбор. Вы делаете его на основании определенных критериев, и это может быть хороший выбор. Но он, конечно, не совершенный выбор. Я хочу, чтобы вы это поняли. Дамы и господа, не ищите того человека, с которым вы сможете жить. Ищите того, без которого вы жить не сможете. Знаете, она спасена. Да, она красивая. Ага, она молится. Ну да, ну да. Наверное, я смогу устроить с ней жизнь. А жить без нее сможете? Да, смогу жить без нее. Это не она. Это не будет хорошим выбором для вас. Ищите ту, без которой не сможете жить. Вот моя жена, та женщина, без которой я не могу жить. Можно думать еще о чем-то. О том, что можно было сделать так или эдак, и я это вам скоро покажу. Но поразмыслив, я пришел к выводу, мне это не надо. У меня есть та, которую я хочу. И я не вижу своей жизни без нее. Даже до сих пор я говорю ей об этом. Поверь мне, ты для меня одна и единственная. Моя жена та, без которой я не могу жить. Я женился на той, без которой не могу жить, и с которой хочу жить. Это называется хороший выбор. Мы говорим о хорошем выборе. Сколько тут у нас неженатых и незамужних? Поднимите руки. Не ищите человека, с которым вы сможете жить. Ищите того, без которого вы жить не сможете. Я не могу жить без тебя. Как это? Когда я вдали от тебя, мне это не нравится. Когда я день не поговорю с тобой, мне это не нравится. Мне нравится просто, когда ты рядом. Даже если ты ничего не говоришь. Я не могу без тебя жить. Это называется хороший выбор. Совершенный. Я в такое не верю. Я верю в хороший выбор. Именно такой вы и можете сделать. Иногда вы чересчур углубляетесь, и в итоге делаете неправильный выбор. Я ищу такую, которая много молится, и много времени проводит с Богом. Если она так много молится, то после того, как она выйдет за вас замуж, у нее не будет времени для вас. Я ищу мужчину, который будет служить и проповедовать за границей. Он будет ездить в Африку и по всему миру. Вот такой мне нужен муж. Проблема в том, что если он будет все время за границей, то он никогда не будет бывать дома, с семьей. Я вам покажу, о ком призывает вас молиться Библия. О ком призывает вас молиться Слово Божье. Я хочу красивую, но я хочу, чтобы вы поняли, о ком призывает вас молиться Библия. Потому что вы молите за красивую, а бывает, что у красивой внутри пустота. Красивая вовсе не красивая, когда внешность не соответствует внутреннему содержанию. Хорошо. Вернемся к пятой главе послания Кефесина. Я скажу о несколько чувствительном предмете. 22 стих. «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу». 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Разница в функциях. Аминь. Видите это? Однако это вовсе не означает разницу в качестве. Разница в функциях не означает разницу в качестве. В пятой главе послания Кефесина Бог вначале обращается к жене. По двум причинам, как я думаю. Потому что она обладает влиянием, и она обладает умом. Итак, Бог вначале обращается к жене, потому что она обладает влиянием, и она обладает умом. только настоящий мужчина готов увидеть, и другую сторону. Женщина обладает влиянием, женщина обладает умом. Итак, причина, по которой Бог возлагает функцию подчинения на женщину, в том, что она умнее. Без подчинения ничего сделать нельзя. Без подчинения ничего сделать нельзя. Без подчинения ничего сделать нельзя. Вы в это верите? Да? Дальше я заметил, что есть два принципа в книге Бытие. Поймите, запишите и никогда не забывайте эти два принципа. Первый. Все, что Бог захотел создать, все, что Бог захотел создать, Он вначале проговорил среде, из которой это было создано. Все, что Бог хочет создать, Он вначале говорит среде, из которой это создано. К примеру, когда Бог создавал землю, Он обратился к атмосфере, и появилась земля. Когда он захотел создать рыб, то обратился к морю. Когда Бог захотел создать животных, он обратился к земле. То же и с человеком. Когда же Бог создавал дух человека, обратите внимание, он обратился сам к себе. Сотворим человека по образу нашему. Вам понятно? Итак, первый закон книги бытия. Все, что Бог захотел создать, он вначале проговорил среде, из которой это было создано. Создавая землю, Бог обратился к атмосфере, создавая рыб. Он обратился к морю. Создавая животных. Он обратился к земле. Он создал тело человека из праха земного. А когда создавал его дух, то обратился сам к себе. Создавая женщину, Бог навел на мужчину сон и сотворил ее, взяв из мужчины. Смотрите, это так классно. Второй принцип книги бытия вот какой. Любой объект, созданный из чего-то, для того, чтобы выжить, должен оставаться соединенным с тем, из чего он был создан. Объект, созданный из чего-то, для того, чтобы выжить, должен оставаться соединенным с тем, из чего он был создан. Тело было создано из земли, поэтому для поддержания жизни ему нужна пища, произрастающая из земли. Дух произошел от Бога, и для поддержания жизни ему необходимо соединение с Богом и с Его Словом. Бог создал рыб из моря, поэтому им для того, чтобы жить, надо пребывать в море. Вам понятно? А от кого произошла женщина? От мужчины? От мужа? Она поддерживает жизнь от того, что находится бок о бок с мужем, соединена с ним. Женщинам для жизни необходима поддержка, так же, как поддержка необходима рыбам, так же, как она необходима животным, необходима духу человека, и состоит эта поддержка в соединении с атмосферой, из которой был создан объект. Женщина должна находиться бок о бок с мужчиной, из которого она вышла. Она получает поддержку и питание оттуда, откуда она вышла. Женщина говорит, «Я одиноко», и Иисус будет поддерживать вас. Поэтому так важны отношения партнерства. Доминирование над женщиной не работает. Принижение женщины не работает. С ней необходимы партнерские отношения. Необходимо, чтобы она была бок о бок с вами. Я говорю обо всех аспектах, а не только лишь об объятиях. Я говорю о партнерских отношениях с ней во всем, что вы делаете. Это поддерживает ее. Ей не нужен мужчина, который всегда где-то далеко, и она не знает, что с ним происходит. Она не знает, где вы. Она не знает, что вы делаете. Она не знает, что с деньгами. Она не знает ничего. Она, не будучи бок о бок с вами, не может получать надлежащей поддержки. Слава Богу. Кто размышлял об этом? Я продолжаю размышлять. Это все практические вещи. Когда ваша женщина получает поддержку, находясь бок о бок с вами, у вас хороший брак. Однако, когда она пытается поддерживать себя сама, тогда несчастлива ни она, ни все остальные. Она хочет, чтобы вы были рядом. Почему? Да потому что она вышла из вас. Она получает поддержку от настоящего мужчины, который мужчина настолько, что видит и другую сторону. Потому Бог и говорит вам, за что конкретно молиться. Давайте я покажу вам, и это поможет одиноким людям. Если вы женщина, то молитесь о муже милостивом, милосердном и добром. еврейское слово хасид. Молитесь о мужчине, у которого есть хасид, то есть он милосерден и добр. Не молитесь так. Я хочу, чтобы у него была светлая кожа, чтобы он был красивым. Не надо так молиться, потому что у вас будут проблемы. Молитесь о мужчине добром, полном милости, полном любви и хасид. К вам подходит крутой, накачанный бодибилдер, и вы говорите ему, оставьте меня в покое, уходите. Затем подходит худощавый парень и проявляет к вам доброту, и вы чувствуете тягу к нему, а не к накачанному. Потому что женщину привлекает мужчина, у которого хасид. То есть добрый, милостивый, который знает, как обращаться с женщиной, который хочет быть добрым к ней. Вы для женщины будете самым хорошим, если у вас есть хасид. Некоторые из вас, мужчин, говорят сейчас друг другу, да, надо нам меняться. Именно так. Именно так и надо молиться. Господь, дай мне мужа полного милости, доброты, милосердия, у которого есть хасид, нежность и любовь. После 20-30 лет брака должно быть нечто большее. Помимо одной за другой беременности и сидения с детьми, женщины ищут не того. Потому у нас столько одиноких женщин. Я говорю сейчас откровенно. Потому у вас столько одиноких женщин. Вы даже не знаете, чего ищете. Вы ищете не то, что надо искать. Вы ищете не то, что надо искать. Вы вышли замуж за высокого, красивого, темного, но дело в том, что он и в духе такой. Темный. В прошлый раз мы сказали, и я сделаю небольшой обзор пройденного, потому что действительно хочу, чтобы вы усвоили некоторые вещи. В нашем разговоре о семье я хочу, чтобы вы знали следующее. В вашем браке должен быть Иисус, а не просто принципы. В вашем браке должен быть Иисус. Одно дело иметь принципы, и плохого в них ничего нет, конечно. Но когда вы видите славу Божью, когда вы видите Божий проект, когда вы видите совершенные Божьи планы и намерения для семьи, тогда Дух Святой принимает на себя ответственность за преображение вас согласно этому проекту. Суть в созерцании Иисуса и преображении в Его образ. Если же вы только смотрите на набор «делай и не делай», долгие годы мы давали людям эти «делай и не делай», но, дамы и господа, в конечном итоге это обречено на поражение. Почему? Потому что «делай и не делай» без помощи Святого Духа просто не будут работать. Если у вас есть эти «делай и не делай», но нет водительства и руководства Святого Духа, к примеру, закон Моисеев может говорить «люби свою жену», но под законом благодати Дух Святой покажет вам, как это делать. Так что вместо того, чтобы соблюдать постановление «люби свою жену», кто из вас знает, что вы можете столкнуться с таким, чего не знаете, и об этом ничего не написано в Библии, но автор Писания Дух Святой начнет вести, направлять и показывать вам, что надо делать в жизни. Я от всего сердца верю. То, чего не хватало в вашем браке, то, чего не хватало в ваших семьях, нам надо быть осторожными, чтобы консультированием, самопомощью, не заменить Иисуса. Потому что Иисус в вашем браке и в вашей семье может сделать то, что все эти принципы сделать не в состоянии, а если они и помогут вам на время, то не окажут такого эффекта, как присутствие в вашем браке Иисуса. Недавно я делился с вами из второй главы Евангелия от Иоанна о том, что первым местом, где Иисус появился, чтобы сделать чудо, первым местом, где Иисус появился, чтобы начать свое служение, был свадебный пир. И я от всего сердца верю, что Иисус появился там для того, чтобы провозгласить и утвердить приоритет брака в жизни человека. Вам надо понять, насколько важен брак и сделать его приоритетом, потому что Иисус появился на брачном пире, чтобы благословить брак. Иисус появился там, чтобы благословить брак. Посмотрите, что произошло на этом брачном пире. Я верю, что своим появлением Иисус продемонстрировал, что Он может сделать в вашей семье и в вашем браке. Иисус пришел, и бывшие на браке послушались Его, принесли воду, и вода превратилась в вино. Если вы знакомы с виноградарством, то вам известно, что требуется около двух лет для того, чтобы виноградная лоза принесла плоды. Около двух лет до начала плодоношения. Но Иисус, придя, превратил воду в вино в тот же день, и я говорю вам, Он сделает то же самое в том, что касается вашего брака и вашей семьи. Я верю, что если вы сделаете Иисуса центром вашего брака и центром вашей семьи, то вы можете ожидать гораздо большего, чем от соблюдения набора «делай и не делай» без направления от Духа Святого. Помните, в прошлый раз я говорил вам, что хотя мы избавлены от закона Моисеева, законы остаются, и управляются они Духом. Бог говорит, что в этом Новом Завете «Я напишу закон мой на вашем сердце, я напишу его на вашем уме, я буду вашим Богом». Он напишет свой закон на вашем сердце касательно вашего брака, напишет его на вашем уме касательно вашей семьи. Он будет вашим Богом в этих ситуациях, если вы верите в то, что сделал Иисус, пролив свою кровь. Если вы верите в то, что Бог милостив к неправдам вашим и беззакония грехов ваших не воспомянет более, дамы и господа, тогда вы будете открыты для незаслуженного благоволения в вашей жизни. Кто из вас знает, что ваша семья может воспользоваться незаслуженным благоволением? Аминь? Я говорю о том, чего вы не заработали, о том, ради чего вы не трудились, о чем вы не знаете, как это произошло. Вы приняли в свою жизнь незаслуженное благоволение. Я верю в то, что разводов больше не будет, потому что люди снова приглашают Иисуса в свой брак. В каждой семье должен быть третий участник. И кто этот участник? Иисус. Я рад упоминать его имя. Говорю вам, я устал приходить в церковь и слышать о наборе принципов, при этом ничего не слышу об Иисусе. Как хорошо, что Иисус возвратился в церковь. Аминь? Итак, нам важно понимать, где должен быть наш фокус. Вы знаете, я учил этим «делай и не делай» почти 30 лет. Но те люди, которым я говорил «не делай», делали, не обращая внимания на принципы. Но говорю вам, когда Иисус войдет в ваш брак, и вы начнете доверять Ему, вы начнете говорить «Господь, Ты нужен мне». Ты нужен мне, чтобы помогать ходить в любви. Ты нужен мне, чтобы помогать не быть эгоистичным. Ты необходим, чтобы мне быть мужчиной настолько, чтобы выслушивать другую сторону, свою жену. Ты нужен мне, чтобы помогать делать все это. И знайте, что тогда будет. Вдруг у вас появится помощь Святого Духа, и Он будет направлять ваши шаги, направлять ваши действия, показывать вам, что делать и что говорить, показывать вам все то, чего вы никогда не осознавали. И вы выйдете из каждой ситуации, получив мудрость, которую вы сможете вложить в чью-то еще жизнь. Аминь? Поэтому я рад, что Иисус — часть вашего брака. Я рад тому, что вы концентрируетесь. Да, и аминь. Вы концентрируетесь на Божьем проекте. Вы концентрируетесь на оригинале. Вы концентрируетесь на том, как все должно быть. И вы доверяете Иисусу в том, что Он преобразит вас в этот образ. Вы доверяете Иисусу в том, что Он приведет вас в это место, где вы видите, каким должен быть брак. Я поделился с вами вчера, и хочу это повторить. Как важно для нас понимать, что для женщины естественно. Для нее естественно любить, но не подчиняться. Так же, как и для мужчины естественно подчиняться, но не любить. Разве мужчина легко подчиняется? Да, это так. Куда пойдем обедать? Куда захочешь? Просто скажи мне. Где проведем отпуск? Где пожелаешь? Только дай мне знать. Как видите вы, мужчины готовы подчиняться. Для мужчины подчиняться легко. Но поймите вот что. Бог призывает вас любить. Любя свою жену, как Христос возлюбил церковь, убедитесь в том, что не совершайте ту же ошибку, которую совершил Адам в Эдамском саду. Что произошло в Эдамском саду? Там был мужчина, который не питал словами свою жену. Он не говорил. Женщина говорила, змей говорил, но мужчина не говорил. Вспомните, что Ева еще не было, когда Бог сказал Адаму, не вкушая вот от этого древа. Древо познания добра и зла, потому что в день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь. Очевидно, что Адам ничего не сказал об этом жене. Бог создал женщину с сильной интуицией. С очень сильной интуицией. У мужчины очень хорошо развита способность к рассуждению, а у женщины сильная интуиция. Помните два свойства женщины. Бог создал женщину умной. И он создал ее с сильной интуицией. Вот поэтому вы видите в Новом Завете, что вначале Бог говорит с женщиной, а не с мужчиной. Первое послание Петра. В начале обращения к женщине. Послание к Ефесянам. В начале обращения к женщине. Почему? По причине ее интуиции и ума. Она справится. Она знает, что делать. Слава Богу, она знает, что делать. Мужчина рассуждает, а женщина... Понаблюдайте. Кто-то обращается к вам, и ваша жена говорит, что-то с ним не так, будь осторожны. Доверяйте своей жене. Она, подобно Духу Божьему, послана, чтобы вести и направлять вас. И я говорил, что причина, почему мужчины не понимают женщины, в том, что когда Бог создавал Еву, Адам спал. Вы стараетесь ее понять, но поймите, что тут происходит. Я верю, что Бог создал Еву для того, чтобы помочь Адаму исполнить его цель, чтобы привести его к правильному дереву. Смотрите. Интуитивно Ева знала, что они должны больше времени проводить в центре сада. Благодаря своей интуиции, женщина знала, мы должны проводить больше времени в центре сада, где два дерева. Бог никогда не говорил Адаму не вкушать от древа жизни. Что бы произошло? Вы подумайте. Что было бы, если бы Адам питал жену своими словами? Если бы он говорил в ее жизнь свои слова. Бог стремился побудить мужчину говорить, «Дай имена всем животным». Какое имя дашь этому? А этому? Бог побуждал мужчину говорить, 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 говорить. И наша задача побудить этого мужчину, созданного по образу Божьему, говорить. Его слова обладают силой. Его слова питают. Его слова обеспечивают направление. Наша задача — побудить его говорить. Но что произошло? Очевидно, Адам не говорил. Когда Бог привел Еву, Адам был так потрясен этим шедевром, что я понимаю, почему у него были проблемы с речью после того, как он увидел женщину. Бог назвал и Адама, и Еву человеком. Но я думаю, когда Адам увидел Еву, он воскликнул, «Же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же Делиться с ней тем, что говорит Господь, тем, что вы видите, куда вы движетесь, сколько денег зарабатываете, расходы семейного бюджета. Что вы планируете делать? Давайте это обсуждать вместе, ведь у нас партнерские отношения. А когда вы не говорите с женой, а затем она идет, тратит деньги, а вы потом устраиваете ничего не стоящий спор, ведь вы не говорите со своей женой. И не используйте свои слова для того, чтобы питать ее. Итак, что происходит? Адам ничего не говорит. Ева ничего не знает о дереве. Подумайте, если бы Адам стал говорить и служить Еве тем, что Бог сказал об этом дереве, тогда бы, благодаря своей интуиции, она бы привела его к правильному дереву. И мы не были бы во всем этом. Мы не сидели бы здесь сегодня вечером. Вы понимаете, что я говорю? Но произошло вот что. Поскольку говорила Ева и говорил змей, а Адам не говорил, но не потому, что его там не было. Библия говорит, что Адам был прямо там, но ничего не сказал. Он мог тогда же открыть устой и сказать, подожди, давай я тебе объясню, почему мы не должны этого делать, почему это плохая идея. Змей говорит, женщина говорит, Адам не говорит. В результате она привела его к неправильному дереву. Смотрите, почему я снова повторяю пройденное, чтобы дополнить сказанное тем, что я пропустил вчера. Ева привела Адама не к тому дереву. Однако Бог не называл все это грехом, пока древо не вкусил Адам. Хотя Ева привела Адама не к тому дереву, и хотя она вкусила от него, Адам был тем самым, кто мог это все остановить. Это не называлось грехом, и Ева не несла ответственности, пока древо не вкусил Адам. Он даже не передал слово Бога правильно. Что Бог сказал о древе? По словам Евы, можно судить, что Адам не говорил с ней. «Плоды с дерев мы можем есть». Она сказала, «Плоды с дерев мы можем есть». И упустил одно очень важное слово, и Сатана сыграл на этом. Бог сказал, «Плоды с дерев можете свободно есть». Но Ева пропустила это слово. В результате Сатана смог убедить ее, что Бог что-то удерживает от них. А причина? Адам не смог должным образом послужить жене. Она не смогла верно представить ситуацию, потому что Адам не говорил с ней должным образом. Мужчины, присутствующие здесь сегодня, говорите со своей женой должным образом. Не говорите о своих эгоистичных желаниях, о том, что вы хотите, чтобы она для вас сделала. Начните думать, чем из того, что Бог проговорил мне, я должен поделиться со своей женой? Что мы можем обсудить? Чтобы враг не смог вмешаться и начать говорить с вашей женой. Послушайте, у вас нет времени поговорить с женой. Вы говорите с ней во время перерыва футбольных матчей. Если она что-то неправильно понимает, так это потому, что вы не уделили ей внимания. Вы не оценили ее присутствие настолько, чтобы сказать, давай присядем и обсудим все от А до Я. Обсудим видение нашей семьи. Придя, враг не сможет привести вашу жену не к тому дереву. Если вы хорошо справились с задачей, говорите со своей женой. Когда враг придет, она сможет в точности повторить истину. Враг ничего не сможет использовать против вас, потому что вы знаете, что вам было дано. Почему я все это говорю? Вы меня знаете, я люблю повторения. Те, кто были вчера, видят, что к повторенному я добавил еще что-то. Вы помните, вчера я дал вам два принципа из книги Бытие. Помните первый? Посмотрите свои записи. Все, что Бог хочет создать, Он вначале говорит среде, из которой это создано. Первый принцип — все, что создает Бог, Он вначале говорит среде, из которой это создано. Создавая землю, Бог проговорил атмосфере, и появилась земля. Создавая рыб морских, Он проговорил морю, и появились рыбы. Создавая животных, Бог проговорил земле, и появились животные Дальше Тело мужчины Бог проговорил праху земному Он сжал этот прах, как говорится в еврейском тексте И появилось тело мужчины Когда же Бог создавал человеческий дух, Он проговорил сам себе Сотворим человека по образу нашему Бог говорил сам себе Понятно? Какой второй принцип? Любой объект для того, чтобы выжить Должен оставаться соединенным с тем, из чего он был создан Любой объект, созданный из чего-либо Должен оставаться соединенным с тем, из чего он был создан для поддержания жизни Пример Рыба не может выжить вне среды для жизни, в которой она была создана Без водной среды Животы не могут жить вне среды, из которой были созданы Без земли А ваше физическое тело чувствует себя намного лучше, если питается продуктами земли, из которой было создано Вам понятно? Ваш дух произошел от Бога, и потому вы не можете поддерживать его без того, кто создал его Но смотрите, ваша жена произошла не из праха земного Она произошла из бока мужчины и создана из клетки или гена, а не из ребра Это еврейское слово было переведено как ребро, однако перевод его более глубок Клетка, ген Так была сотворена женщина, и она была искусно сотворена Еврейское слово, использованное для описания создания тела мужчины, означает «сжать» Но что касается женщины Бог взял клетку или ген из бока мужчины И искусно создал женщину Раз женщина произошла из бока мужчины То согласно закону из книги «Бытие» Ей для должной поддержки необходимо питаться от среды Из которой она произошла, и быть ее частью Вам понятно, что я говорю? Она должна быть в партнерских отношениях с вами Мужчина Она должна быть близка с вами, мужчина Она должна чувствовать, что вы цените ее, мужчина Нельзя оставлять ее дома Давать ей поручения, а потом оставлять ее Она должна ходить с вами Играть с вами Быть с вами Быть питаемой вами Бывает время, когда женщина не получает Должной поддержки Когда ваша жена приходит к вам и говорит «Я несчастлива» Она говорит то же, что сказала бы животное «Я не получаю питания от земли, потому что ты посадил меня в лодку И пустил по воде» Помните мультфильм про лимон, который плавал по морю И его жизнь была несчастна? Почему? Потому что лимон произошел не из моря У него были проблемы Он был раздражительным Потому что не получал поддержки от среды, из которой он произошел Слава Богу Поэтому не надо обличать свою жену, когда она раздражительна Она раздражительна Потому что не получает питания от среды, из которой она произошла Вы слишком заняты своими делами, вместо того, чтобы признать Вот истина, о которой я подробнее расскажу завтра Но вот эта истина, которую я абсолютно усвоил После того, как вы вступили в брак У вас больше нет своей собственной жизни Прекратите говорить «Это несправедливо» У меня должна быть и своя жизнь У меня должна быть и жизнь для себя Ваша жизнь в вашей жене, в ваших детях И вот вам домашнее задание Перестаньте выискивать возможности делать свои эгоистичные делишки Просто прекратите это Находите счастье с той Которая произошла из вас Если она раздражительна Питайте ее своей любовью Питайте ее своей заботой Питайте ее своими словами Поддерживайте ее Потому Писание и говорит «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь» Ваша жена очень изменится после того, как вы начнете это делать Не так это и сложно Ваша жена говорит «Я раздражительная» «А в чем дело?» «Не знаю» «Я знаю, она хочет вашего внимания» «Все, что ей нужно, это вы» Я вам сказал вчера Жизнь женщины никогда не должна вращаться вокруг жизни мужчины С которым она не состоит в браке Потому что иначе она будет несчастной Ваша жизнь должна вращаться единственно вокруг Иисуса до брака Помните также и то, что одинокие люди Это не люди наполовину Это целостные люди Люди, половинки, к браку не готовы Люди, половинки, ищущие другую половинку Не готовы для брака И не годятся для него Брак для целостных людей Целостные люди, ищущие целостных людей Готовы для целостного брака Но людям, половинкам Надо больше времени проводить с Иисусом Чтобы стать целостными И затем вступить в брак с целостными людьми В браке нет места для людей половинок И на самом деле Вы же не хотите выйти замуж за наполовину мужчину Я ищу свою половинку Какую ищу половинку? Я вам говорил, что Бог успешно создал женщину Взяв ее из мужчины Вы о чем говорите? Я о том и говорю, что Бог создал женщину Взяв ее из мужчины Вы слушаете меня? Так что до того, как разбираться в принципах И углубляться в них Одна из главных наших задач Получить видение оригинала И просить Бога преображать нас в этот самый оригинал Часть этого процесса понимать Вот моя жена Она стоит бок о бок со мной Не под ногами и не над головой Мы в партнерских отношениях Мы соработники Ее слова имеют ценность Она обладает ценностью Хотите получить злую женщину? Не цените ее Не цените ее Женщина обладает ценностью Вот что такое честь Это значительная весомость Это то, что обладает значимостью Обладает весомостью Это то, что имеет значительную ценность Женщину надо ценить Когда она видит, что других людей Или другие вещи вы цените больше, чем ее Вы обкрадываете ее Отнимаете питание, принадлежащее ей Женщину надо питать Ее надо ценить И она должна быть вашей соработницей Таффи не помощница пастора Она сопастор Равная мне Она же женщина Да, но она моя женщина И вы не можете принимать меня Без принятия ее Если меня вы принимаете А ее нет Я должен уйти И вам придется искать другого пастора Потому что я ценю ее больше Чем карьеру и служение Я жестко усвоил этот урок о том Что я не должен ставить служение Или карьеру выше того Что Иисус сделал настолько важным Приоритетом Что почтил своим первым чудом Я этого не буду делать Если дойдем до этого сегодня То я покажу вам Что подчинение всегда производит Незаслуженное благоволение Я заметил с того времени Как я сделал это изменение Сменил приоритеты Все начало происходить и получаться Я не могу объяснить каким образом Но все стало становиться на свои места Я принял решение Я буду чтить свою жену Я буду чтить своих детей Я буду чтить мою семью Это мой приоритет Это мой приоритет И если случаются плохие дни Моя работа Превращать их в хорошие Аминь Никто ничего не сможет сделать Чтобы я перестал их любить Откуда я это знаю? Никто ничего не сможет сделать Чтобы Бог перестал любить меня Каждый раз Когда я не знаю Как мне обращаться со своей семьей Я смотрю на то Как Бог обращается со мной Я распространяю любовь Которую получаю от Бога Свои отношения на основании того Как Он любит меня О, но брат Доллар Я люблю Господа Всем сердцем и всем умом И всей душою И всей крепостью Это значит, что вы еще в самообмане Никто не может любить Бога совершенно Так как вы говорите о себе Я делал то же самое Говорил Господь, я люблю тебя Всем сердцем и всем умом И всей душой И всею крепостью Он спросил Правда? Тогда я сказал Ну, хочу так любить Он сказал Я явлю тебе благодать Вот новая заповедь Я не хочу, чтобы ты любил людей так Как любишь себя Я не хочу, чтобы ты пытался Исполнить требования Закона о совершенной любви ко мне Вот чего я хочу Чтобы ты верил, что я люблю тебя Я возлюбил тебя первым И я хочу, чтобы ты любил Других людей так Как я возлюбил тебя Вот за это я и спрошу с тебя Итак Вы сможете научиться Любить свою семью Если начнете понимать И принимать то Насколько Бог любит вас Бог возлюбил меня Вечной Неизменной Непрекращающейся любовью Когда вы поверите в то Что Бог любит вас Ваша вера заработает так Как никогда раньше Необходимо правильно Расставить приоритеты Вы думаете, что ваша карьера Пострадает Если вы поставите жену На первое место Вы думаете, что ваше служение Пострадает, если вы поставите Жену на первое место Нет Наоборот, все станет лучше. Мы два года говорим о том, как нам побыстрее уйти с пути Бога, чтобы не мешать Ему. И чтобы дать Ему сделать для нас то, что мы пытались сделать для себя, но не достигли в этом успеха.